Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Теперь проверять стройплощадки можно по заявлениям общественников. Об этом шла речь на планерке главы города. В Сочи открылась школа управдома. Председатели домовых комитетов научат грамотно отстаивать свои права. Завершается реконструкция автомобильного моста через реку Западный Дагамыс. Появится в поселке и новая набережная. Сочинцы привезли домой семь медалей. В Майкопе завершилось первенство округа под дзюдо среди юношей и девушек. В Сочи сгорел барак, в котором жила многодетная семья. Пожар произошел накануне вечера на улице Авиационной. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В доме жила многодетная семья. Семь человек размещены пока в санатории «Известия». Двоим взрослым и пятерым детям, один из которых совершеннолетний, предоставлено питание и предметы первой необходимости. Сейчас администрация Адлерского района помогает семье восстановить документы, а также ведет сбор детей в школу и детский сад. Также решается вопрос о предоставлении постоянного жилья. Предстоит либо восстановить пострадавший в пожаре дом, либо найти альтернативу. Отопительные системы в крае до 1 октября должны быть готовы к работе. Такую задачу сегодня поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел совещание по подготовке к зимнему сезону на обновление котельных и замену теплотраз. В 2018-м краевые власти направили более полутора миллиардов рублей. Чтобы решить проблему износа коммуникаций, каждый год муниципалитеты реконструируют не менее 5% инженерных сетей. По мнению губернатора Кубани, к этой работе нужно также активнее привлекать инвесторов. В этом году мы выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей к подготовке к зимнему сезону. Мы изначально предусматривали эти деньги на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей и можно продолжать. Но тут уже приоритеты. Приоритеты, я всегда говорю, мы уже должны сами расставлять. Что касается обновления котельных, будет полностью модернизировано 42 котельные. 19 из них модернизировано за частные деньги. Я считаю, что просто в этих муниципальных образованиях, в том числе Павловский, Буховецкий, Крылосовой районы, приучились работа с инвестором, вышла на новый уровень. На новый уровень. И там, где инвестиционные показатели растут у районов, еще раз подчеркиваю, это в моем понимании заслуга глав и тех команд глав, которые эту работу с инвесторами выводят на новый уровень. Вот если этот темп будем хотя бы не снижать, мы тоже проблему с модернизацией котельных максимально закроем. Кроме того, на совещании Вениамин Кондратьев поднял вопрос о задолженности предприятий ЖКХ за потребленный газ. Сегодня эта сумма уже превышает 3 миллиарда рублей. Глава региона поручил в кратчайшие сроки разобраться в причинах сложившейся ситуации. В среду, 12 сентября, без газа останется Хостинский район Сочи. Специалисты приступят к плановым работам на газопроводе в районе села Прогресс. Это необходимо, чтобы подготовить сети к осенне-зимнему сезону. В связи с этим с 9 часов утра в течение нескольких часов возможно отключение газа в жилых домах на улицах Юбилейной, Корчакяна, Урожайная, Измайловская, Саятнова, Чекменева, Береговой, Малой-Малой-Береговой, Аллеи Чултанхэма, Мацестинской, Видовой, Профсоюзной, Фурманово. А также в переулках Юбилейной, Ахунский, Песочной, Западной, Надежды, Северный, Мостовой. Отключение также коснется садовых товариществ, расположенных в этом районе, и сел Верховская и Прогресс. В связи с работами на газопроводе не будут работать котельные номер 17 на Новой Мацесте и номер 31 на улице Чекменева, котельные отеля «Спутник», санатория «Зеленая роща», предприятие «Крестьяне» и «Хоста» на Малом Ахуне. Повторный пуск газа будет произведен сразу по окончании работ. Для этого жители просят обеспечить доступ специалистам «Сочи-Горгаза» и иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание. В Сочи домкомы сели за парту. Для них на курорте сегодня открыли школу. Располагаться школа будет в помещении совета ТОС «Центральный» на Воровского, 34. Инициатива принадлежит администрации города. Мы зашли, конечно, все там сделано по-человечески, от души. Видно, что вы старались. Но я сразу же заметил, что чего-то не хватает. Нужно, чтобы были там кондиционеры. Поэтому мы обязательно это вам... Это я вам подарил, поэтому это уже... И с праздником! Желаю вам всем удачи! Так Анатолий Пахомов решил поощрить стремление домкомов всего города стать более грамотными. А они не стесняются. Говорят, учиться никогда не поздно. И даже открытие школы организовали в стиле любимых советских комедий. Здесь все больше звучали фразы из кинофильма «Бриллиантовая рука». Ну вообще я на собрание, на минуточку. Наши люди на собрание, на такси не ездят. Ох, ох, ох. Иди, моя махи. Но с интересом подготовленной программе помешал дождь. Люди раскрыли зонты, а потом и вовсе решили перейти в помещение. Именно здесь они будут готовиться грамотно отстаивать свои интересы. В первую очередь мы здесь будем их обучать, доводить требования действующего законодательства. Не только которые распространяются на жителей, но и на ресурсоснабжающие организации, на управляющие компании. Чтобы люди могли аргументированно, правильно, юридически грамотно задавать вопросы и отстаивать свои интересы как жителей. За парту 11 сентября сели одновременно около 50 учеников серебряного возраста. Сами они говорят, что хотят жить, разбираясь детально во всех нюансах, связанных с управлением домами. «Иногда жители обращаются к нам с вопросами, на которые мы не можем ответить. Потому что есть специфика, где что-то мы знаем, что-то не знаем. Так же и законы, и все. Здесь, на школе, я думаю, что нам помогут». «Нас выбирают домкомов. Мы не знаем, с чего начать, куда пойти, с кем разговаривать. Здесь нам будут это все рассказывать и говорить наши права, наши обязанности, права и обязанности жителей дома по отношению к управляющим компаниям, по отношению к администрации и вообще по отношению к жизни». Поэтапно по очереди ТИИ школы домкомов пройдут все желающие. От Лазаревского района до Адлерского. Обучение в формате диалога с опытными юристами. В Сочи сегодня 67 территориальных советов ТОС и 3000 домкомов. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Поправки в градостроительный кодекс страны решат проблемы самостроя в Сочи. Согласно изменениям в федеральное законодательство, теперь, начиная строительство и на землях под ИЖС, и на садовых участках, собственники земли будут обязаны уведомить об этом администрацию. Ну а проводить проверки на таких стройплощадках уполномоченные органы смогут даже по заявлениям общественников. Об этом сегодня шла речь на планерном совещании при главе города. Говорили также о строительстве социальных объектов и новых проектах по оздоровлению горожан. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Их ждали, на них надеялись и, наконец, приняли. Не без участия сочинских властей. На планерном совещании сегодня обсуждали внесенные в градостроительный кодекс страны изменения. Согласно поправкам, теперь построить дом на садовом участке без уведомления об этом мэрии не получится. В администрацию нужно будет направить бумаги с четко прописанными параметрами будущего объекта. Ранее никаких разрешений для строительства дачных и садовых домов не требовалось вообще. Между тем, именно на таких землях в Сочи чаще всего и вырастали самовольные многоэтажные строения, которые позже были узаконены через суд. Самое большое достижение – это то, что в закон внесли требования о необходимости соблюдать правила землепользования и застройки, которые приняты местными представителями органами. Если раньше все, что строилось на ИЖС до трех этажей, на садовых участках, не подлежало государственному строительному контролю, то теперь все данные объекты подпадают под государственный строительный контроль. Такие стройки будет контролировать Краевой департамент по надзору строительной деятельности. Ну а проводить проверки данный орган может на основании информации, поступившей даже от простых сочинцев. Новые поправки помогут решить проблему самостроев на курорте, уверены местные власти. Ну а строительство социальных объектов, напротив, набирает обороты. Мы с Анатолием Николаевичем были, Мутко и Виталием Леонтьевичем обсуждали вопрос программных объектов, которые мы подали в программу жилища, есть такая программа федеральная, на софинансирование строительства социальных объектов. У нас беспокоит сегодня непростая ситуация, сложившаяся по Мамайке, по микрорайону. В прошлом году мы пытались зайти с этим объектом к строительству. К сожалению, мы не прошли по определенным критериям отбор. Один из них объект этот крайне дорогой, но очень необходимый городу. Школу на 800 мест обязательно построят. Она уже включена на рассмотрение на 2019 год. Вообще, в год в Сочи появляется 3-4 новых социальных объекта. Но и этого не хватает. Год от года детей в городе становится все больше за счет переезжающих к морю на ПМЖ. К нам переезжают, мы не успеваем за ними строить. За это время, за 4 года в школах у нас добавилось 19 тысяч школьного возраста деток. 19 тысяч 400. То есть в советское время, если одну школу в пятилетку построить, это победа. Власти города к концу 2019 года введут в эксплуатацию 3 соцобъекта. В Дагомысине, Макаренко и в Красной Поляне. А также начнется масштабное строительство школы на 1100 мест в Эмеретинке. Говорили на совещании и о новых проектах по оздоровлению горожан. Один из них предложен известным кардиохирургом Лео Бакерия «10 тысяч шагов к здоровью». В Сочи массово он стартует уже в пятницу. Во всех районах активные горожане, сотрудники администрации устроят оздоровительную прогулку. Анатолий Пахомов отметил, что такие важные проекты не должны ограничиваться центром города, но и обязательно уйти в сочинские села. Также на планерном совещании в честь Дня Краснодарского края, который будет отмечаться 13 сентября, самых активных сочинцев отметили специальными наградами. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Жилищный комплекс «Раз-2-3» завершает строительство и сдачу в эксплуатацию двух литеров. Администрация города накануне подписала акт ввода в эксплуатацию для двух 26-этажных корпусов литера «Б» и «В». Собственникам уже вручают ключи. «Раз-2-3» еще совсем недавно числился в списке проблемных домов. Несмотря на то, что здание, состоящее из трех 20-этажных корпусов, было уже давно возведено, долгое время застройщик не мог оформить документы. В Сочи решение вопросов проблемных домов находится на постоянном контроле властей города. Мэрия оказывает всевозможное содействие и застройщикам, и дольщикам. Поэтому история появления еще одного жилого комплекса на курорте завершается успешно. Помощь застройщикам вводя в эксплуатацию некогда проблемных объектов – это не только принципиальное решение властей. Тем самым, прежде всего, решаются проблемы покупателей недвижимости, которые с волнением ждут получения ключей от своих квартир. Прошел год, я помню прекрасно, как смотрю, много стоит знакомых лиц. Помню, как мы с вами собирались неоднократно на этом объекте. Помню, какой был в ваших лицах определенный элемент недоверия в тех сроках, которые мы брали. И определенный элемент недоверия вообще к действиям, которые проводились совместно с застройщиком и администрацией города Сочи. Но на сегодняшний день все эти вопросы по литеру В и по литеру Б решены. За это время застройщик выполнил достаточно большую работу. Так, в частности, на момент нашего сотрудничества с ним были нарушения в части сдачи объекта. По литеру В они около года, по литеру Б где-то около полугода. За это время застройщик осуществил корректировку проектной документации, получил ЗОС по части департамента строительного надзора. И сегодня был выдан акт ввода в эксплуатацию на литр В. До этого был получен акт ввода в эксплуатацию на литр В. Теперь долгие ожидания дольщика в прошлом. 1600 собственников двух литеров уже получают долгожданные ключи. Среди них Елена Старостина. Проблем было очень много с самого начала. Но, если честно, я даже не хочу это вспоминать, потому что это настолько было все больно. Было несколько смен команд, которые занимались сдачей нашего дома. У нас ушел на пенсию руководитель госстроенадзора. Пришел новый человек, которому пришлось снова вникать в это во все. И вот это было очень долго, бесконечно. И мы это все ждали, и мы это все пережили, дождались. И я считаю, что это просто победа нас всех. Дело осталось за малым. Сейчас команда застройщика активно работает над сдачей последнего литера А. Уже в январе он должен быть введен в эксплуатацию. В следующем году на территории жилого комплекса появится парковка. Что касается других объектов, в Сочи еще в начале года в списке проблемных было 28 домов. Сегодня уже шесть введены в эксплуатацию. Еще четыре практически достроены. Два дома после детального изучения исключены из реестра. Таким образом, к концу года из 28 объектов 12 покинут печальный список проблемных долгостроев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Завершается реконструкция автомобильного моста через реку Западный Дагамыс. Буквально через неделю там восстановят и освещение, и тротуар. А вот на самих улицах поселка плитка уже обновлена. И, судя по дорожной карте, благоустройство будет только продолжаться. Реконструкция моста проводится по наказам избирателей. Жители Дагамыс обратились с просьбой к депутату городского собрания Сергею Эксузяну. Народный избранник не заставил себя долго ждать. К работам строители приступили незамедлительно. Сегодня специалисты завершают установку ограждений. Вопросы безопасности, подчеркивает депутат, превыше всего. Работы идут. Я думаю, что где-то через неделю мы эту работу закончим. Также есть обращение гражданин-инвалид. Он просит, чтобы был пандус. Значит, пандус тоже будет сделан. Реконструкция моста – это как ремонт временного характера, потому что в данном месте идет проектирование нового моста, который будет соответствовать последним нормам. Это будет двусторонний проезд, плюс тротуар и освещение. Также в проекте предусмотрена установка опор уличного освещения, а затем и благоустройство тропы вдоль реки Западный Дагомыс. Это станет своеобразным променадом для местных жителей. Отсюда, с улицы Российская, пешеходная зона приведет на Батумское шоссе, прямо к Дому культуры. На Армавирское же благоустройство практически завершилось. Новые тротуары, парковки, детские площадки, подпорные стены, в том числе и во дворах для придомовых клумб. Все это Сергей Эксузян реализует, опираясь на существующую дорожную карту и наказы избирателей. К слову, парковка скоро появится и в районе 94-го дома по улице Армавирской. Место освободилось благодаря сносу незаконных гаражей. Депутат городского собрания Эксузян Сергей Сергеевич много делает для того, чтобы его район был, зона его, так сказать, ответственности приобретала такой хороший вид, было благоустроено, было удобно людям, избирателям. И, в общем-то, уже жалоб, которые там поступали, нет. Люди видят, что есть улучшения, есть прогресс. Лучше стало, комфортнее жить. Такие изменения произошли буквально за год, отмечают местные жители. Ну а дальше больше обещает народный избранник. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 9 октября на Сочинской трассе Формулы-1 пройдет международный полумарафон на спортивных колясках. В четвертом полумарафоне примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, но и международные участники из Франции, Казахстана, Венесуэлы и Зимбабве, а также молодые спортсмены из российских регионов. Полумарафон протяженностью более 21 километра проводится с 2015 года. Идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после победных для России игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует российских спортсменов легендарная Ирина Громова. В тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр. Сочинские дзюдоисты привезли домой семь медалей. В Майкопе завершилось первенство Южного федерального округа под дзюдо среди юношей и девушек. Сочинцы завоевали семь наград – три золотые и четыре бронзовые. В турнире приняли участие 457 борцов из восьми регионов, включая Республику Крым и Севастополь. В сборную Краснодарского края вошло 166 спортсменов. Она стала самой большой командой на этих соревнованиях. Медали были разыграны в девяти категориях у юношей и восьми у девушек. Сочинцы завоевали семь наград – две в активе девушек и пять у юношей. На верхнюю ступень пьедестала по счету поднялись Анастасия Чулакян, Матвей Карась и Ливан Манукян. Бронзовыми призерами стали Анастасия Бажок, Андрей Бавкун, Григорий Оведян и Илья Кузьмин. Всего из 17 комплектов наград, 14 золотых, завоевали кубанские дзюдоисты. А три медали высшей пробы остались хозяевам первенства – сборной Адыгеи. В Сочи прошел первый фестиваль отечественных видов единоборств на Кубок главы города. Были представлены самые популярные виды – самбо и армейский рукопашный бой. Оба являются фундаментальными при спортивной подготовке молодежи к службе в армии. К тому же в этом году борьбе с самбо исполняется 80 лет. В турнире приняли участие спортсмены-самбисты спортшкол курорта, а также представители армейского рукопашного боя из военно-патриотических клубов – «Десантник», «Ястреб», «Гренадер», «Гвардия». Всего более 400 атлетов. Показательные выступления организовал Сочинский центр адаптивного самбо для детей с ДЦП. Сильнейшие спортсмены в своих видах были награждены кубками, медалями и грамотами. А для некоторых самбистов турнир стал подготовкой к первенству России, которая пройдет в ближайшее время в Подмосковье. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok